Есть еще куда расти. Сейчас мы будем черными. 2600, чувак. И он меня уже разок обыграл. 9000 партий, это хорошо. Так, ну погнали. Конь d7. Так, есть такая расстановка. Идея, что если белый d4 не ходит, то... Там e5. Но тут, да, тут черные так расставляются. Это стало в каком-то себе популярным. После того, как там Кирилл Алексеенко в важном турнире Корякина обыграл. Так, давай слон e7 просто. Е4 пока белым провести не так легко. Так, ну и конь d7, конь на b6 дурацкий достаточно. А он даже просто сразу так. Окей. Окей. Так, ну правда, мне кажется, просто заберу сюда, заберу сюда, заберу туда. И мне кажется, у черных все в порядке должно быть. Не вижу особых проблем. Солнце 5 можно. Да, слонце 5. По тому же, при случае, может, хочу даже и побить лад d8. Ну, линию да я не против перехватить. Так, ферзь h5. Окей, он какую-то игру на мат изображает. Но... Верится вообще с трудом. Могу с ферзь d3 начать. Могу с ферзь d2. Так, ферзь d3 ладя же 4. Правда, конечно, страшно немножко. Но с другой стороны, там ферзь d2 тогда эффективнее. Ферзь d2. Ну да, ферзь d2 там хорошо должно быть. Там 2 ферзь d3. Ферзь d2 сразу ладя и 2. Так, а он ни секунды не думая. Просто так, окей. Так, ну ладно, подведем тогда бойца. Давайте так, чтобы слонов 8, если что, были защитные ресурсы. Линия d пригодится. Может, ферзь d2 ладя и 2. Уже хочу как-то залетать в гости. Ну, ладя же 4. Просто могу пойти... Так, ладно, уже сюда. Тут мне нравится ферзь d2 ладя и 2. Все-таки обозначить свои позиции. Так, тихо, кстати, можно съесть на e4. Ну нет, это ничего не дает. Ладно, так, так. И сюда можно ферзь d1, в принципе, подвязать, чтобы не рыпался. Да, уже атаки у белых точно не будет. Атака у черных за счет линии d позиционно должна быть лучше. Ну, наверное, как-то ферзь f3. Да, ладя d8 подводим. И как-то белые хотели бы раскрутиться, но... Может, им не так просто это сделать. Ладя e4, ферзь c2. Ладя e2, ладя d2. Ну и, в принципе, ладя d2 у меня уже идея. Там со словом b2 не совсем понятно, что делать. Потому что еще на f2 зависает. Так вот сюда, да. Ладя d2 как будто бы можно пойти вполне. И у белых, по-моему, проблема. На f2 зависает. После взятия висит и на f2, и на b2. Причем слан непонятно куда девать. Может, у черных уже выиграно, кстати, просто. Как-то тут король белых такой. Не, ну эту я видел, да. Но тут ладя b2 просто на связке. До свидания. Да, ну еще ничего не ходит у белых. При этом победочка. Так, ну, кстати, неплохая партия. Мне кажется, довольно неплохая симпатичная партия. Как-то он так бодренько набросился на меня, конечно. Но я просто аккуратно отбился. Да, позицию он мне отдал. Да, вот e4 я не уверен, что это все вообще должно быть хорошо за белых. Ну да, то есть просто вот эти все размены. И у черных получше. Солнце 5 окей. Хотя лучше было типа ферзь e5, видимо, быстрее как-то вторгаться. Солнце 5 тоже нормально. Ну и да, ферзь h5 такой очень бодрый ход. То есть, я не знаю, он, видимо, на атаку как-то хотел изображать молодежи 4. Молодежи 4 не работает. Просто ферзь e2. Напал на e2, напал на b2. Защитил на h6. И, кстати, белым даже не поет как на g7. Напасть нормально. Да, ну а тут мне он уже отдал позицию. Тут у черных уже, да, вообще, на самом деле, очень большой перевес. Просто минус 2 оценка. Ну да, заехали и победили. Тут у белых уже нет спасения.